Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Матфея. Глава 15, стихи с 12 по 21. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 15, стихи с 12 по 21. 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 Прочитаем этот текст в русском синодальном переводе. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились? Он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их. Они слепые вожди слепых. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. И Иисус сказал, неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон? А исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека. А есть неумытыми руками не оскверняет человека. И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. Узнав от своих учеников, что фарисеи соблазнились, слыша о том, что не входящее извне, но то, что исходит от самого человека, оскверняет его, спаситель замечает. Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Святитель Хроматий Аквилейский замечает, поскольку книжники и фарисеи, впав в предубеждение, приступили закон Божий, то они насаждали свои собственные установления, а вовсе не Божьи. При этом хотели, чтобы их установления исполнялись как Божьи. Так что не без оснований они, насаждая собственное учение, заслуживали того, чтобы быть искорененными Господом. В продолжении Спаситель наставляет «Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Эти слова указывали на книжников и фарисеев, ослепленных заблуждением своего неверия. Они не только не смогли распознать свет истины, не поверив во Христа, но и вовлекли за собою в яму гибели и других. Ефимий Зигабен поясняет, что Спаситель называет их слепыми, потому что поток страстей ослепил их душевные глаза, и они не могут взирать на свет истины. Мало того, они являются сами вождями ослепленных вследствие непонимания Писаний. Апостолы восприняли как притчу слова Христа о том, что пища, входящая в уста, минует душу человека и извергается вон, не оставляя и следа греха в душе. Но грехи, исходящие из уст и из сердца человека, оскверняют его. Именно поэтому Петр и попросил Господа «изъясни нам притчу сию». Дело в том, что ветхозаветная религия иудеев имела важный аспект повседневной религиозной жизни – понятие «чистого» и «нечистого». Так, в 11 главе книги Левит приведен длинный список нечистых животных, которых нельзя употреблять в пищу. Это и верблюд, и заяц, и свинья, и страусы, и другие, которым было запрещено прикасаться в том числе после их гибели. Спаситель же утверждает, «Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит через чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, сие оскверняет человека». Священомоченник Григорий, епископ Шлиссимбурский, пишет, «Отметь, что твое сердце есть ключ добра и зла в тебе, и что, следовательно, ты – полный ответчик за все твое внутреннее нечистое. А если ты – полный ответчик за свое сердце, то надо тебе быть полным хозяином его. То есть надо, чтобы сердце в твоих интересах было проводником только одного добра, но не зла и греха. Надо, чтобы и внешнее влияние, когда в них есть элемент греха, сердце пропускало через себя, как желудок, пищу, не оскверняясь ими, а чтобы добро текло из сердца постоянной, широкой и свободной струей». Но что именно, дорогие братья и сестры, по словам Спасителя, делает человека нечистым? Злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления – это оскверняет человека. Митрополит Сурожский Антоний указывает, что одно мы забываем – забываем, что есть грех в нашей жизни, делаемся к нему нечуткими, забываем его легко, скорбим о нем мало. А вместе с тем – это единственное несчастье человеческой жизни. Все остальное может быть чисто. Грех темен. Грех оскверняет. Грех убивает человека. Вот на что мы должны обратить наше внимание и направить все свои силы. Необходимо помнить об этом и следить за своим сердцем, потому как Господь смотрит на то, что есть в глубине наших сердец. Как отмечает святитель Феофан Затворник, закон один – «Пришло злое помышление, отбрось и делу конец». Не отбросишь в первую минуту, во вторую труднее будет, в третью – еще труднее. А тут и не заметишь, как родится сочувствие, желание, и решение, и средство явится. Все эти грехи, дорогие братья и сестры, Господь перечисляет не для того, чтобы мы пренебрегали ими, но чтобы мы честно заглянули в свои сердца, дабы искоренить любую скверну. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи!